Я давно хотела попасть именно в такой лагерь, чтобы посмотреть себя в разных сферах и научиться многому новому. А идея создания именно такого детского военно-патриотического лагеря юноармейцев возникла еще в 2020 году. Осуществить это стало возможным в этом году на месте спортивно-оздоровительной базы «Березка». Юноармейцы – единственный подобный лагерь в нашем регионе с военно-патриотическим уклоном. Ребята изучают основы военной подготовки и медицинской помощи. Несмотря на новизну лагеря, он уже становится объектом притяжения для детей из других регионов. На будущее мы планируем довести до 300 человек в смену. То есть у нас будет территория лагеря, мы ее будем расширять, будем использовать палаточные лагеря и расширять, естественно, инфраструктуру. Надеемся, будет нам этом помогать и область, регион. А вот мы слышали, нам подсказали, что ребята из соседних городов, да? Да, да, да. У нас вот в эту смену у нас ребята из Нижнего Новгорода, в прошлой смене у нас из Пензенской области были детишки. Так что мы будем работать не только на Ульяновской области, но и на Приволжский регион. Сборка и разборка автомата Калашникова, надевание противогаза, строевая подготовка – все это является неотъемлемой частью подготовки юно-армейцев. Одно из самых излюбленных мест для воспитанников лагеря – общевойсковая полоса препятствий, на которую они так часто оттачивают свои умения. Практику в стрельбе ребята отрабатывают на пневматическом стрельбище, а тактическая подготовка осуществляется на безопасном лазер-такт-полигоне. Для уже более подготовленных бойцов есть отдельные упражнения на работу с защитным снаряжением. Ребят заводят палатку и забрасывают им домовую шашку. Боевая задача – надеть противогаз и выйти из зоны поражения. Кто постарше, у них уже идут тренировки по страйкболу, тактической слаженной команды и военно-туристическая подготовка. То есть сейчас в каждой смене набираем группу, то есть они делают пеший марш за пределы лагеря с ориентированием по карте, по компасу и прочее. На летний период запланировано 6 смен по 14 дней. В ходе летнего отдыха дети более углубленно познакомятся с историей и географией нашей огромной страны, узнают о традициях народов по Волжье. Большое внимание уделяется физической подготовке ребят. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ